Добрый день, дорогие друзья! И сегодня мы поговорим о Таро. Как я и обещала, я выложу материал и на эту тему тоже. И я долго ходила, думала, на самом деле, как лучше построить материал, каким образом подать информацию. Вот смотрите, сегодня много людей, которые увлекаются Таро, либо же картами метафорическими, либо же другими направлениями, типа рун, арканов и так далее. Каждый имеет право заниматься тем, что ему приносит удовольствие, что ему приносит радость и что ему помогает для решения каких-то вопросов. И поэтому, если тут появляется какая-то тетка, которая начинает его учить жить, особенно если он считает себя профессионалом в этом, то это, конечно же, будет вызывать раздражение и неприятие сразу. Кто-то такая, чтобы нам тут что-то советовать и нам тут рассказывать о том, где мы профи. И в то же самое время, если вот этот ролик снять в ключе, когда приходит человек, открывает видео и говорит, я хочу чему-то научиться, а тут кто-то вещает ему непонятные вещи, то у него это тоже может вызывать раздражение. Поэтому, понимая, какая будет потенциальная аудитория смотреть данное видео, я решила построить опять-таки обучение, либо же беседу в виде вопросов. Вопросов, когда стимулируется такая способность человека, как думать. То есть у каждого из нас есть голова на плечах, и каждый из нас может думать, задавая вопросы, каждый найдет в них ответы сам для себя. И вот эти ответы, они будут ему лично помогать двигаться вперед, и в дальнейшем он сможет принять решение, так как же все-таки ему начинать взаимодействовать или не начинать взаимодействовать с какими-то направлениями, да, экстрасенсорными, эзотерическими, либо же профессиональными, психологическими. Потому что вроде как те же самые метафорические карты и таро, вроде же одно и то же, и в то же самое время. Игры-игры-то разные. Поэтому мы немножко сейчас войдем в суть, да. На самом деле, вот вы начинаете взаимодействовать, берете там колоду карт, ну у меня в данном случае не таро, вот берем колоду карт, и вот с этого момента здесь ключевой, на самом деле, это ключевой момент, когда вы решили взаимодействовать с таро, либо с арканами, либо с шаманскими техниками, либо-либо-либо, когда вы начинаете взаимодействовать с данным конкретным эгрегором. И дальше есть три варианта развития событий, господа. И надо сделать осознанно выбор, по какому варианту пойдете вы, да, насколько вам интересен тот или иной вариант. Первый вариант – это вариант, когда вы приходите в какую-то школу, где будете брать систему знаний, обучения, либо к мастеру, и говорите там «научите меня», и вам делают инициацию подключения к эгрегору. Скажите, пожалуйста, эгрегор из тех знаний, что уже есть согласно видео, эгрегор относится к какому плану? Я понимаю, что вы в данном моменте платите уже за обучение, вы договариваетесь. Но сам по себе эгрегор к какому плану относится? К пятому. Это же не божественный план, не божественный. Значит, когда мы заключаем с ним договор, вот здесь и сейчас за обучение вы оплачиваете, а дальше, когда мы будем взаимодействовать с эгрегором, как вы думаете, мы будем взаимодействовать платно или бесплатно? Хорошо. Есть ли другие варианты взаимодействия для того, чтобы карты давали другой? Правильные вам ответы, да? Ну, был другой расклад, когда вы ни за что не платите, да? Смотрите. Если вы, например, при помощи карт будете использовать карты как вывод информации из вашего собственного подсознания, то есть, ну, примерно как рамка в биолокации, да? То есть вы берете карты, работаете, вы не инициализированы, не подключены к эгрегору, и первое взаимодействие с картами вы построили на такой основе, что вы сразу с ними не стали заключать контракт, а подсознательные сказали, нет, я использую карты только для работы со своим подсознанием. В таком случае, как вы думаете, вы кому-то платите? Очевидно, нет, вы же работаете сами с собой. Скажите, вы будете иметь какую-то дополнительную информацию, кроме той, которая находится в вашем подсознании? Очевидно, вы будете иметь то, что касается вас. Подсознание же это ваше, да? Значит, информацию вы сможете доставать только о себе. Тогда прекрасно и такое взаимодействие с картами тоже возможно. Есть еще один вид взаимодействия, который я, например, считаю наиболее эффективным в любой технике, да? Это когда вы начинаете работать с теми же самыми картами. Первое подключение, первый диалог вы строите, внутренний диалог. Вы строите с того, что вы обращаетесь к Богу и говорите, вот я хочу взаимодействовать вот сейчас с этими картами. Могу ли, давайте, а на каких условиях и так далее. И вы решаете этот вопрос через Бога. Бог дает разрешение, и вы взаимодействуете с картами, с Божьей помощью. Но тут же многие могут возмутиться, как же, Бог же, это же черное дело, карты. А кто сказал, что черное дело? Помните, мы с вами говорили в прошлом ролике, а что для Бога есть хорошо, что для Бога плохо? Рассуждали ли вы на эту тему? А что для Бога есть зло, а что для Бога есть добро? Каким образом измеряется зло и добро? И каким образом формируется система откатов, система наказаний человека за занятие той или иной деятельностью? А где эта система находится? И как это все работает, как это все устроено? На самом деле, если вы заглянете и начнете отвечать себе на эти вопросы, то вы вдруг обнаружите, что на самом деле тот цензор, который вас судит, критикует и оценивает, делит на хорошо и плохо, находится где? Правильно, господа? Он находится у вас. Ой, как глубоко мы уже заходим в вопросах и ответах. И кто-то скажет, подождите, подождите, вы меня перегружаете. И он будет прав, потому что мы привыкли, что нам как к цыплятам по клювику вкладывают какую-то информацию и говорят, вот кусочек правды, и тут же дополнили кусочком ерунды. И мы съели это все за правду, ерунду тоже заглотили. И сегодня очень много людей, которые проводят обучение, которые сливают неимоверное количество глупостей, уводя человека от себя, от своей собственной природы, от изучения своего собственного потенциала. Господа, тот критик, который нас осуждает, тот цензор, который оценивает на хорошо и плохо, находится в нас. И этот цензор строится на основании наших убеждений, нашей системы ценностей и убеждений. И это наше программное обеспечение, которое мы можем менять в принципе. Мы меняем наше программное обеспечение. В каком случае? Когда мы уже не находим какую-то вторичную выгоду. Когда мы завершаем этот процесс, мы осознаем, что мы пойдем другим путем. И мы решаемся на другие реакции и на другое восприятие информации. И вот эти моменты, когда мы до этого уже доходим, это называется управление своим собственным восприятием, осознанное управление своим собственным восприятием. Когда мы с этим начинаем работать, мы понимаем, что на самом деле для Бога хорошо все. Бог един, Он создал это все. И Он все это заведомо создал, как часть себя проявил это дело. И надо быть благодарным Ему, что Он проявил и нас, и других людей, и так далее. Но есть законы, по которым мы взаимодействуем, по которым мы либо обмениваемся, рассчитываемся, либо не обмениваемся, не рассчитываемся. Но при этом взаимодействие происходит, и мы же сами оцениваем, хорошо это или плохо. Но вернемся к информации. Карты Таро дают нам возможность получать достоверную информацию, в каком объеме. Если мы работаем с Эгрегором, в объеме Эгрегора. Если мы работаем со своим подсознанием, в объеме нашего подсознания, то есть касательно, лично нас. Если мы работаем через Бога, правильно, господа, мы имеем доступ к общему энергоинформационному полю. И эта информация будет наиболее объективна. Единственное, что будет ограничивать поступление этой информации вам и дешифровку этой информации вами, это вы сами. Опять-таки, ваши ограничивающие убеждения. Но вот куда ни зайди, все равно мы придем к тому, какое содержание в вашей голове, какие программы у вас там установлены. Ну вот, наверное, на сегодня и все. Я предлагаю помедитировать, позадавать вопросы себе на разные такие темы. И среди вопросов можно задать, например, себе такой вопрос. Подождите, подождите. А вот, ладно, в картах Таро и в рунах есть некие материальные проявления. Вот там либо рисунки, либо там карты. А как же, например, те, кто занимается космоэнергетикой, а как же те, кто занимается рейки, а какие принципы там работают? Вот как вы думаете, там будет взаимодействие с Эгрегором? И оно будет по какому плану осуществляться? По каким обменам? Да, как с пятым планом. Ну, уже очевидно вещи, понимаете? Вот у нас уже пошла первичная качалка, первичная тренировка. А скажите, вот когда вы с Эгрегором взаимодействуете, вы можете с ним по-другому взаимодействовать? Без инициаций, например, без вот таких подключений, а работать, например, с ним через Бога? Можете? Можете. Что вам мешает? А скажите, пожалуйста, а вы можете вообще своим энергоресурсом пользоваться? И, например, канал любви открыть в себе, не используя сторонние особенности Эгрегора? Можете? Можете. Что вам мешает? У вас что, информация другая получится? Господа, я вас загрузила вопросами. Я понимаю, что я даю информацию для людей, которые способны думать. Способны думать и начинать формировать в себе систему восприятия. Так что же такое экстрасенсорика на самом деле? Для того, чтобы, глядя на какие-то проявления человеческие, у вас было понимание, с какой области это прилетает и как с этим взаимодействовать. Для того, чтобы не было животного страха, который, по сути дела, сеется зачастую теми, кто пытается навесить ярлык тайны или еще чего-то и из-под прикрытия показать свою уникальность. И вы поймите, мы все, мы все абсолютно уникальны. Мы все абсолютно божественны. Мы все имеем примерно одинаковую природу, но при этом очень разные божественные проявления. И эта природа, уникальность наша, она ценна. И давайте ее любить, ценить и не пытаться показать, что я круче, потому что я на себя там что-то напялил, или я там много знаю, а ты не круче, потому что… Нет, господа, мы все от Бога получили примерно равное дарование. И самое главное, мы получили от него мозг. Мозг для того, чтобы думать, для того, чтобы анализировать, и для того, чтобы все-таки выстраивать систему и включать в нашу жизнь те способности, психические способности в том числе, которые дарованы нам от Бога. Вот, и захотите вы пользоваться картами, или захотите вы пользоваться еще чем-то, это ваше право, это ваш выбор. И здорово, если у вас получается работать по любому из трех возможных вариантов. Возможно, вы выстроите еще какие-то варианты. Другой момент, что каждый из вариантов имеет свою техническую подоснову. Вот эту подоснову мы в дальнейшем будем рассматривать. То есть, когда вы понимаете принцип действия, то дальше уже наложить технику достаточно просто. Все в этой жизни просто. Поэтому до новых встреч, дорогие друзья. Увидимся. С вами была я, Наталья Зайцева. С вами была я, Наталья Зайцева.